МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И не со встреч с избирателями, хотя, я думаю, об этом мы сегодня тоже успеем поговорить. Ваши коллеги, которые уже бывали здесь у меня в студии, в общем-то, даже не пытаются скрыть того, что пришлось столкнуться с очень жесткой борьбой. И более того, не просто жесткой, а грязной и нечестной. Я вот так понимаю, что у вас тоже есть о чем рассказать. Что вы принесли? Будьте добры. В последние несколько дней в нашем городе и в городе Комсомольске-на-Амуре получила распространение не просто нечестная или грязная практика предвыборной работы, а по сути противозаконные действия, потому что стали распространяться материалы от имени партии, изготовленные с соблюдением полиграфического стиля и способа, как оригинальные материалы. Получила практика распространения порчи имущества и такие надписи, которые вроде бы в интересах партии ЛДПР, но портят фасады. На автомобили, на лобовые стекла практически сложно снимаемая такая вот стикерная продукция, тоже фирменной стилистики с телефонами кандидата. Вы имеете в виду наклейки какие-то? Наклейки, да. Вот эти все приемы получили распространение, ну ладно бы это была просто какая-то мусорная полиграфия, она на самом деле извращает вот те позиции программные, с которыми партия и ее кандидаты идут на выборы. Особенно примечательно вот такая вот программа, так называемая партия ЛДПР, в которой есть несколько позиций, которые вроде бы начинаются с таких вот программных позиций партийных, но затем очень ловко извращают партийную программу и говорят буквально о том, что мы здесь собираемся закрывать фельдшерско-акушерские пункты, что мы хотим закрыть рынки, что землю хотим передать иностранным пользователям и прочее такое. Вот это все неприкрытая, бессовестная совершенно ложь. Наверное, выражаясь современным языком, фейк. Фейк, да. Это все вот продукция, которая порочит по сути позицию одного из наших очень уважаемых кандидатов Ольги Вячеславовны Ушаковой. Эта полиграфия изготавливалась неизвестно где, и та типография, которая указана, уже дала справку, что она даже физически не может изготовить вот такую полиграфию, как вот эти вот газеты. То есть это явно откуда-то завозная история, правильно я вас понимаю? Сложно сказать, насколько завозная. Это не материалы либерально-демократической партии. Это все изготовлено с целью дискредитировать предвыборную кампанию. Это все, в общем-то, нацелено на то, чтобы создать определенное негативное отношение, досадливое такое отношение у жителей. Вот. Члены партии и партия обращаются в прокуратуру и следственный комитет, потому что имеет место быть, в общем-то, такая преступная деятельность. Лидер партийный Владимир Вольфович в Центральный следственный комитет обращается также. У нас есть уверенность в том, что мы доведем это до конца. Партия настроена очень жестко, на самом деле, в этом вопросе, в этом процессе. И ведь все же речь идет вот о чем. Речь идет о, по сути, посягательстве на один из важнейших институтов общества, демократический институт выборов, который, в общем-то, его... От этого института зависит, собственно говоря, позиция, как ее выражает народ и его выражает население. Вот, поэтому ситуация, на самом деле, сложная, но мы полны решимости противостоять ей. И я просила бы, конечно же, населения нашего города и города Комсомольска, на море других населенных пунктов, понимать, о чем идет речь. Понятно, что здесь есть цель, на самом деле, нанести ущерб репутации партии, которая в предвыборной гонке явно лидирует, либеральная демократическая партия по всем вопросам лидирует в этой предвыборной гонке. А как отличить можно, Ирина Валерьевна? Вот, ну, может быть, вообще, в программе партии есть вот выпуск каких-то своих газет, может быть, своих буклетов? Или вот все, с чем сталкиваются люди, ну, вот где там, в подъездах наверняка это находят? Вот как отличить, как не ошибиться? Как отличить, ну, вот простой пример, да, мы собираемся сделать край самодостаточным, привлекательным и развивающимся, фразой идет, да, и следом рассмотреть передачу неэффективно использующихся земель сельскохозяйственного назначения в управление иностранным компаниям. То есть сразу вот идет противоречивое заявление, которое диссонируется всеми заявлениями, инициативами, и действиями губернатора, правительства. И так практически в каждой позиции, да. Извращается, например, такой вот сбалансированный многонациональный характер отношений, вот в случае с Ольгой Вячеславовной Ушаковой. То есть вот распознать вот эту ловкую махинацию можно, потому что она выворачивает, по сути, лицо партийной команды, делает из нее людей, которые пытаются диссонировать с населениями Хабаровского края, диссонировать с интересами жителей Хабаровского края, да, вот посягательство там на фельдшерско-акушерские пункты. Да, губернатор везде говорит о том, что фельдшерско-акушерские пункты, наоборот, можно организовывать. Конечно, конечно. То есть это такая просто вот вывернутая совершенно ложь. И самое, что главное, да, вот подобные действия, они на самом деле выбивают почву из-под ног, и они способны пошатнуть намерение населения, например, участвовать в выборах, потому что вызывают раздражение. И страшно себе на самом деле представить, что к власти в крае может прийти силы, которые способны вот такими грязными противозаконными методами чистить себе путь вот к успеху в этих выборах. Вот это ужасно. Хорошо, Ирина Валерьевна, ну давайте, наверное, непосредственно о вас, как о кандидата в депутаты законодательной думы Хабаровского края. Я вот готовясь к этому разговору, я посмотрел так, не скажу, что глубоко, но вот ту информацию, которую поисковики о вас выдают первой. Ну и вот, например, ну помимо того, что вы в Университете экономики и права работаете очень долго, и сейчас являетесь его ректором, вы входите в комиссию по формированию подготовки управлеченческих кадров при правительстве Хабаровского края. Раз. Состоите в конкурсной комиссии по отбору кандидатов для поступления на государственную службу. Два. Вот дальше я не стал выписывать. Глядя вот на эти комиссии, сами готовили людей, сами отбирали, а теперь решили попробовать самостоятельно, так получается? Или какая-то другая мотивация была вот при принятии решения идти в кандидаты? Когда ты достигаешь определенного опыта в своей профессии, достигаешь на самом деле осознания того, что ты можешь, понимаешь, да, тогда, когда ты получаешь приглашение от команды губернаторской участвовать в процессе формирования важнейшего законодательного органа власти в нашем крае, да, законодательной думы Хабаровского края, ты не можешь не принять этого предложения, потому что наступает тот момент в профессиональной деятельности, момент очень большой ответственности, момент понимания того, что одно дело читать лекции, задавать какие-то эпизодические вопросы, заседая в комиссиях, а другое дело находиться в составе очень ответственного законотворческого органа и стараться свою квалификацию, свое понимание экономики и нужд общества Хабаровского края сделать полезными, да, сделать полезными для того, чтобы жизнь и будущее в крае были лучше, лучше и лучше. Я сейчас вам задам вопрос, который вот вашим коллегам по партии, которые идут на эти выборы в качестве кандидатов, уже задавал, но мне хотелось бы услышать ваш ответ. Вот на какой вопрос. Если бы в прошлом году, в сентябре 2018 года, на выборах губернатора победил другой человек, вы бы сейчас выдвигались? Какой сложный вопрос, вы мне на самом деле задаете. Я не могу сказать, что я сама выдвигаюсь, да, вот это было предложение войти в состав команды, и я выбрала команду на самом деле губернатора, которого поддержало население Хабаровского края. Это был шаг, связанный с большим доверием губернатору, с одной стороны, да, это был шаг, связанный с пониманием, что надо соответствовать ожиданиям широчайшего большинства населения Хабаровского края, и это был шаг, связанный с пониманием того, что в исполнительной и законодательной ветвях власти в Хабаровском крае должно быть единодушие, должно быть согласие, должно быть такое общее стремление работать на благо общего дела. Мне сложно говорить о том, приняла бы я предложение от другой губернаторской... Ну, может быть, другой партии, например. Нет, вот выбор в пользу партии на самом деле можно было делать и в этом году. Был момент такой, можно было делать выбор в пользу партии. Но я не колебалась на самом деле о выборе партии, когда я выбрала партию губернатора и сделала очень быстро этот выбор. Вот именно по этим соображениям. По соображениям войти в команду уважаемого человека, войти в команду человека, которого поддержали широкие круги населения в Хабаровском крае, и войти в команду так, чтобы в этой команде было единодушие, согласие и конструктивность в двух ветвях власти, исполнительной и законодательной. Давайте, наверное, несколько слов о программе. Я знаю, вы довольно часто, как, впрочем, и все кандидаты от ЛДПР сейчас встречаетесь с избирателями. Какой основной круг проблем, о чем говорят люди? Я экономист, я экономист, да, и я научена в годы Советского Союза, что базис определяет надстройку от экономического благополучия, экономической самодостаточности, зависят очень многие вещи, в том числе и такие социально-культурные и творческие исходы. Поэтому постулат первый нашего благополучия — это благополучие в экономике, да, это развитие нашего края, исходя из потенциала его специализации в тех отраслях и в тех точках роста, которые нужно развивать. Поэтому моя экономическая квалификация, в первую очередь, в Думе законодательной, должна служить именно развитию экономики, эффективному, дальновидному, самодостаточному для края развитию экономики. Второе направление программное — это, конечно, вопрос о нашей молодежи. Я сейчас ректор Университета экономики и права, и вся жизнь моя, в общем-то, связана с этим университетом более четверти века, теперь уже получается, да, я преподаю у студентов, я вижу, какова молодежь, как она изменилась, какие у нее ожидания. И я хорошо понимаю те причины, почему молодежь покидает наш край. В нашем крае нужно создавать условия прежде всего для профессиональной реализации и вот эту комфортную и социально благоприятствующую среду для того, чтобы молодежь оставалась жить здесь. Тем более, что край у нас замечательный, природа великолепная, город ухоженный, чудесный, прекрасный, инфраструктура здравоохранения классная совершенно. Как преобразились города и районы в нашем вот городе Хабаровске. Ну, просто на зависть, можно сказать, гостям нашего города у нас прекрасный город. Вот, поэтому второе направление — это направление, связанное с работой с молодежью. Ну, а третье — это образование. Я представляю высшее образование, которое связано в системе образования и со средним образованием. Как вам видится конфигурация Думы Седьмого созыва? Потому что, ну, часто приходится слышать, и губернатор об этом не раз говорил, о том, что вот сейчас есть, ну, некая монополия на власть. При этом я же прекрасно понимаю, что любая партия, она создается для того, чтобы бороться за власть, и чем больше власти получится получить, ну, тем, в общем-то, логичнее выполненная задача. Вот, между тем, как вам видится конфигурация Законодательной Думы Хабаровского края после 8 сентября? Некий такой социально-политический прогноз вы хотите от меня услышать? Возможно. Я буду опираться на мнение людей, которых я очень уважаю, социологов и политологов. Есть у меня вот в научно-образовательной среде такие коллеги, которые, с моей точки зрения, делают вполне такой правдоподобный, да, и имеющий шансы подтвердиться прогноз, что это будет такая, в общем-то, полипартийная структура, потому что достаточно сильно и серьезно выдвигается с большой поддержкой партия ЛДПР. Не надо сбрасывать со счетов, что есть определенные круги населения, которые поддерживают и коммунистическую партию, и есть ряды поддержки, безусловно, у партии «Единая Россия». Я рассчитываю, что те люди, которые выдвигаются в качестве кандидатов, депутаты, среди них очень немало, независимо от партийной принадлежности, людей достойных и профессиональных, будут профессиональны и конструктивны в составе Законодательной думы Хабаровского края настолько, чтобы согласованно работать не на партийные интересы, а на интересы Хабаровского края. Я с большой симпатией и поддержкой отношусь к этим словам губернатора, которые он неоднократно, в том числе на мероприятиях, где я участвовала, повторил, что дума будет такая, какую ее выберут жители Хабаровского края. И мне, сказал губернатор, важно работать с профессионалами. Вот я выражаю надежду, что население Хабаровского края будет дальновидным, будет социально ответственным, ответственным относительно будущего своего, чтобы выбрать людей ответственных, профессиональных, способных работать без конфликтов, комплементарно, да, в команде, в коллективе, способствовать развитию нашего края. Для этого нужно прийти 8 сентября на избирательные участки, я думаю, вы согласитесь. Конечно. Спасибо, что пришли, спасибо, что высказали свою точку зрения и свою позицию. Ну а зрителям я напоминаю, что у нас в студии была кандидат в депутаты Законодательной думы Хабаровского края от партии ЛДПР, Ирина Зикунова, Ирина Валерьевна. Еще раз вам спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok